Добрый день уважаемые коллеги пчеловоды с вами Дмитрий Николаев и я немножечко вкратце такое небольшое видео хочу записать по поводу ситуации с ветеринарными правилами самое главное о типизации ульев еще есть интересные факты и еще есть небольшая и информация в конце для вас значит первое каком сейчас положении смотрите согласно закону согласно закону минсельхоз опубликовал на официальном сайте свой проект на публичные слушания чтобы собрать положительные и отрицательные отзывы сейчас на данный момент мы видим что это кроме двух лайков там по моему все отрицательные это хорошо не надо останавливаться не надо успокаиваться кто еще не сделал делайте еще ставьте заходите на официальный сайт ставьте дизлайк и так до 11 декабря значит проект будет висеть на официальном сайте минсельхоза 11 декабря он снимется публичные слушания закроются этот проект будет взят на доработку и минэкону прошу прощения минсельхоз и как бы разработчик обязан принять во внимание все предложения которые поступят значит на это дается ему 20 рабочих дней после 20 рабочих дней минсельхоз снова должен опубликовать уже проект новый на официальном сайте и одновременно отправить его в минэкономразвития на одобрение вот такой порядок на данный момент мы с вами знаем совещание больше не произошло никакой информации у нас общественных организаций что вообще российских что у региональных нету по поводу о чем думает минсельхоз и что несмотря на то что какое-то взаимодействие происходит с ними но видимо как бы решение о совещании принимается на самом верху а у простых клерков у чиновников информации такой нет поэтому по всей видимости они посчитали я предполагаю что они посчитали что значит достаточно предложение и они сейчас будут работать что мы увидим в итоге мы с вами будем видеть мы посмотрим это сейчас пока непонятно вот такая ситуация с ветеринарное правило это было первое второе значит по поводу чипизации ульф как я говорил я предыдущем видео выпустил роль где значит обозначил фигуру человека который от имени пчеловодческого сообщества хотя она ему это не поручало он ратует продвигает нумерацию чипизацию ульев это господин тостан я имею ввиду это уже имя становится нарицательным в пчеловодстве я надеюсь так оно и будет потому что сергей тостан не хочет идти на общение с пчеловодами он не хочет учитывать учитывать мнение пчеловодческого сообщества огнет свою линию в этих вопросах прикрываясь благими намерениями но как нам известно благими намерениями выслана дорога в ад он я на мой взгляд мое мнение чисто субъективное он взял основные проблемы в пчеловодстве это химпатравы это узбекские пакеты чтобы знаете быть кому-то понравится и все это перемешал с нумерацией чипизации ульев он эту чипизацию подстраивает под свои вот эти вот что обещая что химпатрав не будет хотя это никак не решит проблему химпатрав есть прекрасный опыт ульяновской области и других областей где обходится без рег агро которые он хочет нам с вами навязать с плюсом еще со своими приложениями всякими разными 1s бухгалтерия там приложение потрав и так далее плюс он хочет еще значит чтобы пакеты узбекские возимые бирковали ну конечно такой рынок 250 тысяч пакетов как мы упустим их чтобы на них бирочку агро не получит дополнительную прибыль но на вопрос как это обезопасит от заболеваний и от болезни с возимых пакетом он сказал никак тогда какой смысл скажите мне вообще мы и так знаем что 250 тысяч чтобы деньги заплатить все это делается ради этого но знать знаете что интересно про нумерацию улев я хотел бы сказать знаете в чем у них вышел соскок или скажем в чем вышел облом небольшой так вот сам проект об идентификации животных был создан был создан в 2016 году и начало публичных слушаний было 2 сентября 2016 года видите мы с вами про хлопали немножечко может быть кто-то знал видел это мы так слышали краем уха но как сейчас мы не могли тогда еще объединиться время еще не пришло на тот момент по всей видимости и к счастью его отклонили окончание публичных слушаний 3 ноября 2016 года в открытом источнике есть данные что четыре раза минэкономразвития отфутболивала этот проект ветеринарных правил вы знаете у меня такое рождается благодарственное чувство к нашему ругаемому минэкономразвитию что у них хватило какой то я не знаю по каким критериям мотивации они сделали отфутболили этот проект и знаете в чем сейчас происходит вот эта коллизия как говорится или или недоразумение в том что они понимают тостан тостан и минсельхоз потому что я их ставлю на один на одну они заодно нету никакого сомнения в том что у господина тостана есть хорошие завязки в минсельхозе что минсельхоз курирует тостана у них есть связь они понимают что нету проекта нету закона сейчас если бы он был бы закон то они бы тогда бы они бы тогда бы сейчас бы прописали бы уже бы железобетонно как бекова не ли чипизация пасеки чипизация ульев но у них нету этого законы что они делают они вводят свой проект не правил обязательную нумерацию ульев вот почему они не могут написать биркования они не могут написать чипизация потому что нету закона и тостан сергей обманывает людей ссылаясь на существующий закон его нету и минсельхозе это понимает но они понимают что они будут давить потому что на них давит еще вышестоящая инстанция для них и они будут принимать этот значит закон но его нету сейчас дорогие друзья и мы приложим все усилия чтобы его так и не было да какая же это третья сила тогда вы спросите дорогие друзья это вполне существующая физическая сила это предприниматель из новосибирска или по крайней мере его и ннн зарегистрирован новосибирске это данные с открытых источников я не проводил шпионские игры какие-то или еще что-то и этот человек ведет бизнес где сколково именно в сколково родился этот в кавычках гениальный проект опробировать или про чипизирую всех животных да бог с ними животными на корову на овцу или еще так далее я не знаю как фермера на это смотрит возможно это имеет какую-то нула какую-то логическую основу но дорогие друзья чипировать пчел это абсурд вы знаете с биркой пчели летать неудобно за медом она ее будет в земле тянуть поэтому они придумали нечто другое они придумали ули чипировать и выступление представитель фирмы ооо агросервис а именно она выступает разработчиком это есть камень который основа которому сколково родился этот эта фирма и сколково это из государственной огромной поддержкой фирмы то из нее влили государственные средства огромные чтобы она разработала вот этот закон и самая бредовая часть это чипизация пасеки или ульев или пчел значит то этот вот а именно значит агросервис агросервис и выступление своем представителя агросервиса она заикнулась среди представителей животных она сказала и чипизация ульев она уже понимала что как и они взяли из головы взяли это стан это продвигает что пчелиная семья это группа животных понимаете группа мамонтов в одному ли собралась это животное вот но слова слова терминов говорит об обратном дорогие друзья поэтому у них я считаю у них сейчас очень сложное положение мы должны этим воспользоваться и так цепочка о общество с ограниченной ответственностью оговорка по фрейту ограниченная ответственность у этих людей значит о агросервис продукт сколково минсельхоз тостан выступающий якобы от пчеловойское сообщество какая здесь финансовая связь я не берусь судить об этом я не знаю вот все что нужно знать и тостан в этой цепочке продвигает не интересы пчеловодов а интересы о агросервиса это может быть дальше еще и посмотрим будет будет значит для правоохранительных органов интересные детали как лоббирование или или коррупционная составляющая и так на этом все вот откуда растут уши тех кто сейчас поддерживает тостана знаете что вы поддерживаете даже не столько тостана не столько министерство сельского хозяйства вы сейчас поддерживаете конкретного бизнесмена руководителя ооо агросервиса который спит и видит как ваши пчел значит заклепать вот и пометить вот и так это все по поводу чипизации улю что вам нужно знать откуда растут уши знаете кто и является благодетелем вот но последнее что я хотел бы вас всех призвать дорогие друзья информация поступила что 17 декабря состоится прямая линия с президентом однажды мне доводилось быть на такой прямой линии я видел как это все делается конечно у меня нету большого оптимизма но я считаю я сторонник того что мы должны приложить все усилия сделать все возможное чтобы достучаться до власти и выразить свою позицию дорогие друзья поэтому в группе регионов представители общественных организаций от регионов союз промышленных пчеловодов коим я являюсь председателем мы выступаем за то чтобы задать вопросы путину и вы знаете мы хотим сейчас обозначить присылайте свои в комментарии вопросы может быть что вы хотите о чем надо их надо сделать конкретно четко ясно и мне коллеги предложили выступить с видео обращением от имени пчеловодческого сообщества я конечно же не откажусь и согласия своих коллег и пчеловодов если они мне доверят это то сделать видео обращение президенту и это я думаю что это еще один шанс привлечь к нашей проблеме внимание государства и чиновник абсурдности чипизация к ветправилам которые они хотят протолкнуть и уничтожить российское пчеловодство и так дорогие друзья борьба продолжается я считаю вся борьба еще впереди но если будут новости я буду выпускать видео но всем спасибо за вашу поддержку в комментариях очень очень большая получена поддержка вам огромное спасибо за то что подписываетесь на канал и имеете возможность слышать точку зрения или информацию поэтому всем пока всем хороших дней работы труда не отчаивайтесь вместе мы победим в единстве наша сила дорогие друзья мы это уже доказали мы это показали и я уверен мы еще это покажем и это не громкие слова у меня есть и основания считать что это будет именно так всем счастливо до свидания